Вот мы помолились сейчас, знаете, и вы ничего, я думаю, не чувствуете, и те, кто нас смотрит, скорее всего, вы ничего не чувствуете. Послушайте, на одно из служений привезли полностью слепого человека, и его поставили в молитвенную линию, и когда он подошел, человек Божий сказал, прими исцеление. Человек говорит, спасибо. Божий человек ответил, Господа поблагодарите. Он говорит, ну я не вижу по-прежнему. Он говорит, это не имеет никакого значения. Ранами Иисуса вы исцелились. Слушайте внимательно то, что я говорю. Этого человека отвезли, потому что следующие люди подходили на молитву. Его снова поставили в очередь, его друзья. Он снова дождался, и он снова подъехал к человеку Божьему на инвалидном кресле, и он сказал, но я по-прежнему не вижу, что мне делать. Человек Божий сказал, не имеет значения, что вы не видите, что вы не чувствуете. Слово Божье говорит, ранами Иисуса вы исцелились. Поэтому просто благодарите Господа, воздавайте Ему хвалу за то, что Он вас исцелил. Слушайте внимательно то, что я говорю. И его слепым увезли с этого служения. Но три недели. Мы слышали историю, как моментально произошло исцеление. Но три недели этот слепой, везде, где он был, он везде говорил, хвала Господу, Он меня исцелил. Везде, где его возили, он говорил, хвала Господу, Он меня исцелил. И люди смеялись над ним. И подшучивали. И кто-то даже критиковал его. И вот, когда его привезли в парикмахерскую, чтобы стричь, три недели прошло. Он сидел, и парикмахер говорит, я слышал, вы были на служении там, где вот эти чудотворцы, где там они исцеляют людей. Он говорит, да, я был там. И я слышал, что вы сказали, что, и говорите, что Он вас исцелил. Это вы специально сказали, чтобы подыграть этим, людям. Он сказал, нет, это правда, потому что Иисус меня исцелил. Хвала Ему за это. В тот же момент, там, когда Он сидел в кресле, Его глаза открылись. И Он выскочил с парикмахерской, с этим полотенцем, бегал по улицам и кричал, потому что Он видел, Он прозрел. Друзья, я хочу короткую молитву совершить сейчас. Знаете, когда Он получил исцеление? Ну, когда Он получил исцеление? Очень интересный вопрос, да? Это ребус для вас. Это очень интересный вопрос, когда Он получил исцеление. И я хочу помолиться о том, чтобы многие люди, а они воспользовались этим шансом, то, что сделал для них Иисус, и таки взяли свое исцеление. Господь, я благодарю Тебя за то, что истина в том, что ранами Твоими мы исцелились. Не имеет значения, что мы чувствуем, не имеет значения, что мы видим, не имеет значения, что нам говорят люди. Истина, ранами Иисуса мы исцелились. И мы воздаем Тебе хвалу за то, что ранами Твоими мы исцелились. И начните благодарить Господа прямо сейчас, что ранами Его вы исцелены. Вот это и есть истина. Вот это есть правда, которую никто не может вычеркнуть или отменить. Ранами Иисуса я исцелился. Хвала Тебя, Господь. Все, кто нас смотрит, говорите это прямо сейчас. Благодарите Его из глубины своего сердца за то, что ранами Его вы исцелились. Вы исцелились. Вы исцелились ранами Иисуса Христа. Аминь. И многие будут свидетелями того, что сделал Иисус. И это проявится на вас. И скажите Аминь. Слава Господу.